Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Российский фигурист Евгений Семененко сообщил, что восстановился после травмы головы и выступил на шоу Илье Авербуха. Фигурист показал короткую программу на композицию Адажа. 16 апреля Семененко упал с четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге и ударился головой о лед. Ему диагностировали сотрясение мозга. 25 апреля фигурист выписался из больницы. Тренер фигуриста Евгения Семененко Татьяна Мишина высказалась о выступлении спортсмена на ледовом шоу Авербуха. «Я думаю, он прокатал удачно, с душой и с настроением. Важно, что снова в строю», — сказала Мишина. Перед тем как продолжить по традиции призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин сообщил об окончании отпуска. Вот и завершился наш отпуск, время возвращаться к тренировкам и режиму. Загорели, отдохнули и набрались сил на новые свершения, — написали Дэвис и Смолкин. Стало известно, что программу Диане и Глебу поставит хореограф Бенуаришо. Заслуженный тренер России Терри Тутберидзе на следующей неделе посетит бостонский конькобежный клуб. Именно там тренируются Диана и Глеб. Об этом сообщает The Skating Lesson. Этери судя по всему лично хочет проследить за постановкой программы фигуристов на новый сезон. Поклонники в сети уже отмечают, что Этери сделала ставку не на Даниила Глейхенгауза, а на Бенуаришо. Одни отмечают, что Глейхенгауз не специализируется на постановках программ для танцоров, другие говорят, что Ришо тоже часто ставит программы для одиночников, хоть и является выходцем из «Танцев на льду». В прошлом сезоне французский хореограф ставил программы Каори Сакамото, Брейди Теннелл, Екатерине Кураковой и Даниэлю Граслю. Ранее он работал также с Елизаветой Туктамышевой, Викой Кихирой, Сато Камиохарой и Боинг-Циньем. Напомню, в сезоне 2021-2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила на сборах в Армении четверной тулуп. Ранее фигуристка уже показывала этот элемент на тренировках. На соревнованиях она пыталась исполнить его на чемпионате России 2020 года, но упала с недокрученного прыжка. Туктамышевой 25 лет, она является чемпионкой мира, Европы и России. Заслуженный тренер России Алексей Мишин оценил четверной тулуп чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой. Да, это я снимал, абсолютно чистый, качественный и технически грамотный. Молодец, Лиза, сказал Мишин. Тренер Татьяна Мишина прокомментировала информацию о том, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп. Она в хорошей форме и выложила замечательный четверной, за Лизу можно только порадоваться. Она идет вперед и прогрессирует, ни в коем случае не снижает планку. Я была очень рада, увидев это. С ней были Алексей Мишин и Татьяна Прокофьева. Они натренировали ее, именно благодаря их настрою Лиза это и сделала, горжусь ей, сказала Мишина. Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух сказал следующее. Это очень здорово, что Лиза Туктамышева поддерживает себя в очень хорошей форме. Но честно говоря, четверной тулуп в ее исполнении я видел еще год назад на тренировке. Здорово, что она продолжает не сбавлять свои обороты, сказала Авербух. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала следующее. Это достижение для каждой спортсменки-одиночницы. А для Лизочки особенно, просто красотка добилась своего. Конечно после исполнения этого элемента она будет более конкурентной среди наших девочек. Все у нее пойдет, не сомневайтесь. Меня не удивляет то, что Туктамышева в этом возрасте учит новые элементы. Меня это просто восхищает, сказала Тарасова. Елизавета Туктамышева рассказала, что вдохновила ее на исполнение четверного тулупа. Чувствую, что я вдохновилась четвертым чемпионством Зенита. Но сразу признаюсь, что если команда завоюет пятое чемпионство, то поддержать ее пятерным тулупом я уже не смогу, сказала Туктамышева со смехом. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok